Приветствую всех на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такой замечательный цветочек, который у меня на ободке. Его можно, так сказать, пришить не только на ободочек, а на любую резиночку, заколочку, брошечку. В общем, на ваше желание и усмотрение. Можно сделать ее любым другим цветом. Занимает очень мало по времени. Выполнить ее очень легко и просто. Если вам понравилось, присоединяйтесь. Для изготовления цветочка вам понадобится атласная ленточка. У меня это василькового цвета, 2,5 см ширину. Вы можете взять любого другого цвета по желанию. Под эту ленточку вам понадобится такой же цвет ниточки. Вденьте ее в иголочку и сделайте узелочек, как бы уже приготовьте. Понадобится бусинка-серединка, либо, как у меня, полубусинка-скраска, ножнички для обрезания ленточки и кончиков, ниточек, свечка. И чем подпаливать свечку? Почему свечка, а не зажигалка? Вам свечкой будет гораздо удобнее, так сказать, пользоваться, чем просто зажигалкой каждую ленточку поджигать. Итак, в общем, с ленточки нарезаете кусочки, возьмите канцелярскую линейку, либо сантиметр, как вам удобнее, и нарежьте 7 отрезочков по 10,5 см, 6 отрезочков по 9,5 см и 5 отрезочков по 6,5 см. Ленточки у нас все нарезаны, свечку зажигаем и опаливаем полностью все кончики наших ленточек, то есть с маленьких, с обеих сторон, начиная или с больших, то есть вам решать. Опаливаем все полностью кончики для того, чтобы они нам не распустили цветочек. Итак, кончики опалены и мы начинаем слаживать. Слаживаем мы следующим образом. Сгинаем вот таким вот образом под наклоном, так сказать, у нас с левой стороны атласная сторона и с правой стороны изнаночная, так скажем, сторона. Слаживаем вот так вот под наискос и еще раз наискосок. Теперь придавливаем немножечко кончики и получаются у нас краешки на одном уровне. Кончики придавили, берем иголочку и прошиваем вот так вот вперед иголкой, не крупными стежками, вот так вот, понад самым-самым, так сказать, краешком. Далее берем один листик. Далее берем второй, так сказать, большой и продолжаем. Тоже точно так же пополам. Теперь правую часть под левую. И сгинаем наши уголки, вот так вот, получается, пальчиком прижимаете. У нас получается с изнаночной стороны вот такая, с внутренней и с внешней стороны вот такая красивая часть. И снова нанизываем туда же, куда и первую. И так все наши большие части. Вот так вот. Продолжаем нанизывать третью часть. Тоже точно так же сгинаем наискосок. И под нее на одном уровне снова нанизываем на нашу ниточку. Вот так вот, вперед иголочкой, швом. Нанизываем последний лепесточек большой. И сейчас будем стягивать цветочек. Вот таким вот образом. Просто подтягиваем красивенько. Вот так вот. Все слаживаем. Можете подтянуть просто аккуратнее. Я потянула сильно. Просто слаживаем вот так вот цветочек. И завязываем за кончик. Так сказать, за начало нашей ниточки. И конец. Вот так вот стягиваем хорошо. И завязываем на узелочек, чтобы нам не распустить, так сказать, этот цветочек. Теперь цветочек красивенько вылаживаем. Вот таким вот обычным способом. Вот так вот подтянули. Эти ниточки можете обрезать. Те, что у нас затянутые. Можете еще контрольный узелочек завязать, чтобы наверняка не распустилось. После этого будем делать следующий, так сказать, наш рядок. Вот так вот обрезаем кончики. Первый рядочек наш готов. Теперь снова делаем узелочек. И приступаем к средней, так сказать, нашей... К средним нашим ленточкам. Вот так вот подтяну немножко ниточку. И снова точно так же сворачиваем на уголочек. И образовавшуюся, так сказать, такой вот красивый стебелечек, лепесточек. Снова нанизываем уже на новую ниточку. То есть, как вы уже поняли, мы делаем три разных ряда, так сказать, одинаковых по виду. Но разных по величине и количеству лепесточков. То есть, точно так же сворачиваете, делаете средний рядочек. И затем сворачиваете, делаете самый маленький рядочек. Вот так вот на разные ниточки. То есть, у вас получается на одном рядочке семь было листиков на самом первом. Сейчас у нас будет шесть листиков, ну, лепесточков. А на самом последнем верхнем, так сказать, рядочке будет всего лишь пять листиков. После того, как сделаете третий ярус, вот пятилистничек наш, не спешите обрывать ниточку, а просто отложите его пока в сторону. Берем первый наш ярус и хорошенечко вот так вот уголочки прогладьте. То есть, чтобы он у вас был такой более свернутый, красивенький. И расправляем хорошо лепесточки. Отлаживаем в сторону, берем следующий ярус. И снова уголочки немножечко вот так вот придавите немножечко. И вот распределите лепесточки красивенько. И, наконец-таки, наш третий ярус точно так же. Придавите вот так вот уголочки, чтобы они у вас ровненькие и красивенькие были. И теперь берем ниточку с иголочкой и вытаскиваем вот так вот посерединке, так сказать, чтобы у вас ниточка была сверху, просто сверху. Теперь берем нижний ярус и в шахматном порядке вот так вот ложим вверх. То есть, между листиками у нас вот эти листики будут. То есть, где-то они совпадут, где-то нет. Ну, то есть, немножечко в таком хаотичном порядке, не просто листики на листике. И последний наш ярус, так сказать, точно так же. То есть, между лепесточками, чтобы у нас уголочки были между уголочками. Вот так вот. И берем три наших яруса, сложили в цветочек. И немножечко вот так вот, буквально несколько стежочков прошиваем. То есть, сверху вниз для того, чтобы закрепить наш цветочек. Я бы вам посоветовала вот так вот в районе каждого лепесточка по стежочку сделать. То есть, можете больше. Если вы чувствуете, что ваш, так сказать, цветочек слабенько держится, то еще прошейте. Ну, то есть, чтобы, как бы, вам нужно закрепить три яруса. Желательно на самом верхнем цветочке сильно, так сказать, за серединку не вылазьте. То есть, нижние ярусы у вас не видно, а верхний ярус, так сказать, он у вас самый верхний. Поэтому будет все, так сказать, на показ. Поэтому делайте очень аккуратненько. Сшиваем, так сказать, наши три яруса. Я дошивала свой цветочек. Ниточку закрепите. И нам осталось пришить бусинку-серединку или посадить на клей сразу пайетку. В общем, вот так вот. И наш цветочек в итоге готов. Красивый такой, объемный. Вам осталось всего лишь пришить к нему булавочку-брошку или к обручу пришить, или к обычной резиночке для волос. В общем, наш цветочек готов. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.